В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Запарты в новых школах, а Дашкалята в новые сады. Сегодня для ребят свои двери открыли 13 новых детских садов и 7 школ. Подорожания не будет. В Махачкале тариф на проезд в общественном транспорте останется прежним. Дагестанский легкоатлет Мусат Аймазов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио и установил мировой рекорд. Сегодня в стране День знаний. Школьников и студентов, преподавателей и родителей с началом учебного года поздравил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что ключевая задача нашего государства – это сделать так, чтобы ребята смогли получить максимально качественное образование. Особые слова благодарности Сергей Меликов адресовал учителям, воспитателям, преподавателям, специалистам в сфере образования, подчеркнув, что от их кропотливой работы и высокого профессионализма зависит, насколько успешны будут дети в учебе, кем станут в будущем, каких результатов достигнут. Подрастающему поколению он пожелал крепкого здоровья, мудрости и терпения, успешного продвижения к вершинам знаний, вырасти патриотами Родины, способными внести достойный вклад в развитие Дагестана и всей России. В этом году более 47 тысяч дагестанских детей пошли в первый класс. В День знаний для учеников в свои двери открыли 20 новых объектов образования, 13 детских садов и 7 школ. Руководитель администрации, главы и правительства Алексей Гасанов посетил линейку столичной 4-й гимназии и поздравил ребят с Днем знаний. В этом году у школы юбилеи 65 лет со дня открытия. Чем уникально это учебное заведение и за что его любят ученики, узнавала Наталья Хамбабаева. Я девчонка первокласска, все вокруг глядят мне в свет, говорят, очаровашка, я за классно, спору нет. Первоклассница Ева Михайлова признается, что к учебе готовилась основательно. Родители купили ей три портфеля и обещали подарить подарок. Но в школу она хотела попасть не из-за этого. Главное для нее это получить знания, ведь в будущем она мечтает стать врачом. В школе я знаю, что очень интересно, я очень хотела туда пойти. Мама сказала, что мне купят куклу, но я не из-за куклы хочу. Ну, интересно просто в школе, мне кажется. Ну, я люблю математику, чтение. И вот из-за чего я хочу, это мой любимый предмет. Родители признаются, переживали больше детей. Для многих учеба в четвертой гимназии это уже семейная традиция. Ее заканчивали мама и папа первоклассник, а теперь они привели сюда своих детей. Я еще даже с себя не пришла и стояла уже на линейке, дрожала, можно сказать, очень волновалась. Я не думала, что так будет сильно волнительно. Вроде бы сама отучилась, на линейках была. А тут, когда свой ребенок, очень волнительно. Ну, в эту школу ходил мой муж, его брат, сестра. И очень нравится школу, охвалили. Четвертая гимназия уникальна тем, что в 2008 году здесь был открыт экспериментальный класс для детей с ДЦП. В реализации проекта участвовали ЮНИСЕФ и Министерство образования Дагестана. Сейчас здесь созданы все условия для учебы детей с этим диагнозом. К тому же для комфортного обучения в инклюзивном классе есть и помощник учителя, тьютер. Раньше мы его называли воспитателем, потому что не было такой должности, как тьютер. Это недавно она появилась. А когда мы начинали, мы были первопроходцы. И мы этого человека назвали воспитатель. Он помощник учителя. Потому что есть дети, которые не держат руку. Дети, которым нужно открыть учебник, открыть пенал, достать портфель, они это не могут, на коляске, вывезти в санузел. Который не выдерживает продолжительности урока. Его нужно вывести немножко, чтобы он отдохнул. Это все делает вот этот человек. Результат такого эксперимента на лицо. Дети с диагнозом ДЦП ждут с нетерпением начала учебного года. Ведь здесь их любимые преподаватели и одноклассники. Она мне придает, во-первых, смелости, во-вторых, уверенности. И в-третьих, всего самого лучшего. И учит меня тому, что я не умел раньше. И тому она мне придает уверенности, силы и добра. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Салман Дадаев поздравил студентов ДГУ с началом учебного года. Мэр Махачкалы в свой день начал с посещения альмаматор юридического факультета, выпускником которого когда-то был он сам. В этом году ДГУ отмечает свое 90-летие. И за это время отсюда вышли 120 тысяч специалистов. ДГУ входит в 20-ку лучших вузов России. Градоначальник на встрече с учащимися отметил, что впереди у них долгий и непростой путь, в конце которого каждый из них станет компетентным специалистом. Дадаев пожелал студентам быть дисциплинированными и целеустремленными. Ту компетенцию к обучению, которую нам заложили именно в университете, даже не в наших школах, пригодится нам на всю жизнь. И я сегодня с благодарностью, и не только я, все мои однокурсники вспоминают наших преподавателей за те знания, которые они нам дали. И вам это все только еще предстоит. Вам предстоит слушать прекрасную лекцию профессора Муртазалиева по теории государства и права. Поверьте, это будет увлекательнейшее занятие, потому что вы посмотрите на образование мира и становление права государства совершенно иными глазами. Для вас оно откроется, без привлечения скажу, в трехмерном изображении. Великолепные лекции по истории профессора Рамазана. Если еще и дополнительные его книги по истории Дагестана почитаете, то вы точно не пожалеете. Вам предстоит слушать лекции уже на больших старших курсах. Лекции у Мавадзины по гражданскому праву. То есть сегодня для вас практически весь свет юридической науки собран. И они будут работать на вас, чтобы вы могли работать на себя. Будьте уверены, вы будете самыми перспективными, самыми востребованными специалистами и в республике, и за ее пределами. Также глава города затронул тему предстоящей реконструкции Университетской площади и улицы Каркмасова, которые после ремонта полностью поменяют свой облик и станут ориентированными на пешеходов. Как мы уже сообщили, сегодня в республике открыли 20 новых объектов образования, среди которых 13 детсадов. В селе Араблинское Дзербенского района ждали открытия дошкольного учреждения десятки лет. По такому поводу там сегодня устроили настоящий праздник. По кабинетам и коридорам нового здания прошелся и мой коллега Хамзанур Магомедов. В селе Араблинское проживают около 4 тысяч человек, из них почти 250 детей. Строительство детского сада было крайне необходимо. В новом учебном году дошкольное образование, наконец, пойдут около 100 детей. Сегодня у нас большой праздник в районе. Открывается современный центр развития наших младшей. Штат нашего садика полностью сформирован, и мы готовы приступить к работе. Построить детсад удалось благодаря нацпроекту «Демография». Здесь будут расти и развиваться дети с 2 до 7 лет. В двухэтажном здании расположены учебные и игровые классы, а также комната отдыха и спортивный зал. В регионе к первому сентября сдали в эксплуатацию 13 детских садов. Самые крупные из них в Махачкале, Южно-Сухокумске и Хасаверте. Нацпроект «Демография» намерен улучшить уровень дошкольного образования и повысить его доступность для населения. В Махачкале в микрорайоне Акгель торжественно открыли новый детский сад номер 16 «Улыбка». Дошкольные учреждения на 250 мест построили в рамках программы «Демография». Поздравить жителей микрорайона и перерезать символическую красную ленту пришли председатель правительства Дагестана Абдул-Патах Амирханов и мэр Махачкалы Салман Дадаев. Это первый из девяти детских садов, которые откроются в текущем году в Махачкале. В скором времени запустят садики также и в микрорайоне ДСАА в селе Богатыревка и поселке Сулак. Этот детский садик появился благодаря выставленному вниманию руководству страны и непосредственно республики. Ярким примером этого службы в том, что Сергей Алимович уже сюда приезжал сегодня на открытие. Адол Патаргаджиевич приехал, чтобы нас поддержать такой радостный для нас день, разделить нашу радость. И благодаря этому вниманию у нас и микрорайон постоянно развивается, и наши детки могут прийти в такой замечательный детский сад. После открытия детского сада представители власти посетили школу номер 59 города Махачкалы. Гости осмотрели пищеблог, классные помещения и побеседовали с детьми и педагогами. Школа была введена в эксплуатацию в 2017 году и соответствует всем современным стандартам образования. В Махачкале сохранится существующий тариф на проезд в общественном транспорте. Ранее некоторые компании приняли решение о повышении стоимости с 23 до 27 рублей. Но, как сообщает пресс-служба мэрии города, властям столицы удалось сдержать рост цен. Такое решение было принято на встрече руководителей транспортных компаний с представителями власти города и республики. Стороны условились разработать долгосрочный план по ценообразованию, что позволит избежать резкого повышения тарифов на пассажироперевозки. Точные сроки сдерживания роста цен на проезд в маршрутках не уточняется. 14 населенных пунктов Махачкалы будут догосифицированы до конца этого года. Для реализации планов был создан городской штаб под руководством мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Теперь жителям газифицированных населенных пунктов республики больше не придется платить за подведение голубого топлива к своим участкам. Собственнику для участия в программе необходимо иметь пакет документов на земельный участок и домостроение. Заявки на участие можно подавать на сайте «Газпром Махачкала» или в офисе организации через портал госуслуг МФЦ или оператора газификации соцгаз.рф. Всего до конца этого года планируется провести работы на 2000 земельных участках, а в течение следующего года газ проведут почти к 30 тысячам хозяйств. Полицейские Махачкалы задержали двух подозреваемых в грабеже. Преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего. Мужчины возле одного из домов по проспекту Имама Шамиля нанесли телесные повреждения юноши и завладели денежными средствами в сумме 70 тысяч рублей. После инцидента пострадавший был вынужден обратиться в медучреждение для оказания помощи. А по словам задержанных, парня они приняли за закладчика наркотиков и захотели проучить. На поселке гуляли, шли через тупик сзади дома, увидели двух парней, подумали, что они ставят закладки. Они увидели, что они чуть суетятся, думали ставить закладки. Поздоровались, аккуратно попросили показать фотоплёнку. Хотели посмотреть, есть ли там у него какие-то координаты закладок. Он не показывал сначала, начал как-то суетиться. Мы за этим начали заподаживать, что что-то есть. Начали у него просить телефон. Он показал фотоплёнку, там было не обнаружено то, что у него на карте много денег. Мы ещё больше стали заинтригованы, убеждаться в том, что что-то нечисто. Дальше что вы сделали с ним? С деньгами что сделали? 52 тысячи отдали мы в долг, долг отдали. Мы были в Ставрополье, брали долг у одного человека и отдали обратно ему в долг. В связи с увеличением транспортных происшествий, Госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Безопасная дорога». По данным МВД, только за предыдущий месяц на территории республики погибло 35 человек и более 200 получили ранения. Данное мероприятие было направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил перевозки детей, управление транспортным средством, состояние опьянения. В ходе проведения акции зарегистрировано более 2000 правонарушений. Выезд на полосу встречного движения является самым распространенным. Греплер из Махачкалы Магомед Амдулкадиров выиграл международный турнир в Казахстане. Турнир престижной лиги проходил в городе Алматы. В спор за титул чемпиона весит до 91 килограмма, вступали 13 спортсменов. Амдулкадиров провел три встречи, завершив все свои схватки досрочно болевыми и удушающими приемами. На этих соревнованиях пятикратный чемпион мира по грипплингу представлял махачкалинский круг Universal Fighters. Магомед Амдулкадиров – обладатель чемпионского пояса этой лиги. Осенью он проведет защиту этого титула против первого номера мирового рейтинга австралийца Крэга Джонса. Легкоатлет Мусат Аймазов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио и установил мировой рекорд. В финале соревнований в метании булавы подопечный Альберт Арзаева отправил снаряд на 35-42 метра, пробив мировое достижение, установленное в июне 2021 года Желько Дмитриевичем. Серб в итоге взял серебро с результатом 35-29 метра. Бронзу в этом виде программы выиграл Мариан Курея из Словакии. Таймазову 37 лет, он является бронзовым призером мирового первенства, а также многократным победителем чемпионата России. Ранее легкоатлет увлекался вольной борьбой, каратэ и рыбби на колясках. С 2019 года Таймазов входит в состав Паралимпийской сборной. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи.